А знали ли вы, что энергосистема любой страны представляет собой такой слоёный пирог? 3D-проекцию, голограмму слоёв. Те, кто знаком с фотошопов, знают, что такое работать со слоями. Один выше, второй ниже, наложение между ними. Так вот, ребята, устроена энергосистема. Досмотрите этот ролик до конца, и вы будете знать не только, как устроена энергосистема, но и как работают диспетчеры в энергосистеме на всех её уровнях, на всех слоях. С вами Мальков Александр, энерголикбес, и вы узнаете сегодня самая сокровенная тайна энергосистем. Поехали! Понимание того, как работает энергосистема, даст вам ключ к пониманию многих моих роликов по системной автоматике, релейной защите, диспетчеризации, и сегодня мы многие эти тайны откроем. Не будем отвлекаться, начнём с первого слоя. Если рассмотреть энергосистему как пирог из четырёх слоёв, то на самом верху будет транспортный слой. Это слой основной сети. Давайте посмотрим на нём в 3D. Вот это вот такой слой, который представляет собой сеть из высоковольтных лэб, крупных электростанций и системообразующих подстанций. В чём особенность этого слоя? Электростанции вырабатывают большие объёмы энергии. Большие высоковольтные линии основной сети соединяют все элементы. Эта сеть работает полностью в кольце. Она закольцована. То есть все элементы соединены со всеми с помощью линий. Вот такая вот большая паутина. И теоретически энергию можно передать от каждого объекта к каждому. То есть от любой электростанции через систему, образующую подстанции линий, перегнать энергию чуть ли не с одного конца системы в другой. Конечно, так не делают, потому что нет такой необходимости. Но это надо уяснить, что это единый организм. Это верхний слой энергосистемы транспортный, где энергия образуется в больших объёмах, транспортируется на большие расстояния и дальше поступает на узловые подстанции. А вот здесь происходит следующее таинство. Именно в узловых подстанциях стоят мостики, которые соединяют верхний транспортный слой со следующим слоем. Но к нему мы подойдём чуть позже. А сейчас мы должны сказать, кто управляет верхним слоем. Это диспетчеры системного оператора. В любой стране такая структура есть, и она одна единственная. Это главенствующий диспетчер всей диспетчерской системы. Это системный оператор. Диспетчеры системного оператора не только следят за тем, чтобы это всё работало исправно. Они непосредственно руководят выработкой энергии на этих крупных электростанциях. Они непосредственно дают команды на ввод в ремонт и вывод из ремонта любой линии этой системы, образующей сети, и также оборудование подстанции. Они управляют этой системой. Диспетчер этого уровня должен обладать большими знаниями по работе электрических машин, параллельной работе энергосистем, а также пониманию распределения напряжения в системе. Нужно понимать, что ненагруженные высоковольтные линии вырабатывают реактивную мощность. То есть такой диспетчер управляет потоками не только активной, но и реактивной энергии. Путем воздействия на элементы сети, включая и отключая линии, можно регулировать реактив. Загружая-разгружая генераторы, можно регулировать потоки активной энергии. Также, отдавая команды на электростанции по переводу генератора в другой режим работы, можно также регулировать генерацию или потребление реактива. Это слой высоких энергий. Это основная сеть энергосистемы. Это прям костяк, на котором все держится. Дальше слои пойдут вниз. Помните, я сказал про системы, образующие узловые подстанции? На этих подстанциях стоят трансформаторы. Подстанции принимают энергию на напряжение основной сети, будь то 330, 500 или 750 кВт, и дальше преобразуют ее в энергию на более низком напряжении, 110 либо 220 кВт. И вот эти трансформаторы являются мостиками. От верхнего слоя к следующему. Я его называю региональный распределительный слой, или сеть 110-220 кВт. Посмотрите, через эти мостики энергия спускается на более низкий слой и встречается с такими же маленькими энергосистемами, состоящими из линий 110 кВт, также подстанций и даже небольших электростанций. Это могут быть местные ТЭЦ, небольшие солнечные, ветровые электростанции. Неважно, они генерируют на вот этот второй слой. Одним из важных условий является то, что энергию нужно получать сверху, с верхнего слоя на нижний. А толкать с нижнего распределительного регионального слоя наверх, это не есть правильно, потому что там вверху большие энергии. Они генерируются, распределяются и передаются на низ, для дальнейшего пути к потребителю. Итак, средний региональный слой – это наши сети 110 кВт. И здесь мы уже видим локальные островки. Это островки, это будем называть их областные распределительные высоковольтные энергосистемы. Здесь есть в каждом островке своя диспетчерская служба. У нас в Беларуси она называется ЦДС – Центральная диспетчерская служба. Заметьте, щит диспетчера ЦДС более насыщен, чем у диспетчера национальной энергосистемы. На нем больше линий, на нем больше подстанций, на нем даже может быть больше электростанций. Напряжение меньше, а плотность сети становится выше. Диспетчеры ЦДС тоже занимаются тем, что отдают команды на ввод-вывод в ремонт линий, управляют ремонтами и в случае аварий отдают команды на переключение, чтобы оптимальными путями запитать потребителей. Сеть второго уровня тоже кольцевая. Подстанции между собой соединены и энергии перемещаются между ними. На этом кольцевые слои заканчиваются. Эта сеть уже распределительная. Она уже не основная транспортная генерирующая. Она принимает большие потоки энергии из верхнего слоя, распределяет в своем регионе и дальше отправляет на более низкий слой. Как отправляет? Через те же узловые подстанции. Энергия циркулирует в этой сети, распределяется, доходит до подстанции 110 на 10 кВт. И снова же трансформаторы являются мостиками, которые эту энергию спускают на более низкий слой. Назовем его районный. Мы спускаемся со слоя 110 кВт на слой 10 кВт до районов. И смотрите, что происходит. На этом третьем слое мы уже видим, что у нас много-много-много-много островков, не связанных друг с другом. То есть мы получаем уже много сетей и много диспетчеров управляет своими районами. Это могут быть диспетчеры как оперативно-диспетчерских служб, либо РЭСов. В разной стране по-разному. Где-то ЦУС, Центр управления сетями. Где-то это более объединенные диспетчерские службы, где-то более распределенные. Но суть остается прежняя. На уровне районном уже нет замкнутой сети. Когда мы спустились на третий уровень, у нас сети здесь не замкнуты. Эти сети уже третьего уровня, маленькие островки, представляют собой деревья. Заметьте, все уже линии не работают в кольце, энергия не гуляет. Она просто спустилась, распределилась и дошла до потребителя. И вот задача диспетчеров третьего уровня это направлять энергию от подстанции 110 к потребителю. Выводить, вводить в ремонт линии, отдавать команды, а также следить за загрузкой этих линий. И только в момент, когда линии выводятся или вводятся в ремонт, они включаются между собой в кольцо, чтобы потребитель не заметил, что происходит переключение. А в обычное время линии этого слоя, этой сети, распределительной сети 10 кВт или среднего напряжения, работают в тупиковом режиме. То есть энергия пришла, дошла потребителя и все. Ни по какому кольцу не гуляет. Вот это вот третья сеть. Если посмотреть на щит диспетчера распределительной сети, то он вообще сплошняком покрыт линиями и кучей-кучей трансформаторных подстанций 10 на 0,4 кВт. По плотности распределена сеть еще выше, чем региональная высоковольтная и по плотности намного выше, чем республиканская. То есть у диспетчера на щите могут быть тысячи линий, тысячи подстанций. Но в связи с тем, что здесь уже потоки энергии не гуляют, в этой сети есть так называемые нормальные разрывы. То есть если к потребителю даже приходят две линии, то обязательно они придут на две разные секции и между ними будет отключен разденитель. То есть сеть не закольцована. А почему она не закольцована? Если мы закольцуем эту сеть, то там энергия будет гулять, будут направления потоков мощности и понадобится установка направленных релейных защит. А при таком объеме сети, при этих десятках тысяч линий кабелей установить столько направленных защит и настроить столько направленной защиты и внедрить всю телемеханику просто будет невероятно дорого. Ну, это один из аспектов. Поэтому сети уже распределительные работают в незамкнутом режиме. Это кусты, это деревья, ветки которых между собой не замыкаются. В отличие от паутины двухвертных слоев, где мы видим, что все соединено совсем. И остается четвертый слой. Слой 0,4 кВ. Когда с подстанции 10 на 0,4 кВ снижается напряжение до нашего домашнего 0,4, ну это 380, мы уже имеем просто траву, можно сказать. Не кусты, а уже трава. То есть это спускаются с подстанции 10 кВ, куча-куча линий и идут к домам. Эти линии тоже не закольцованы. Они напрямую выходят на распределительный щит, на какую-то шину и идут к конкретному потребителю, вот ко мне к дому. И на этом четвертом слое тоже зачастую есть диспетчеры, диспетчеры РЭС, районов электрических сетей. Вот такая четырехслойная в виде такого трехмерного пирога энергосистема. Связь между слоями выполняется с помощью трансформаторов. Энергия стекает с верхнего слоя на более нижнее, распределяется, стекает еще ниже, становится уже не замкнутой, а в виде кустов. И вниз приходит прямо к потребителю, и здесь просто она уже очень широкая, не замкнутая сеть в виде мелких-мелких кустиков, не связанных между собой. Вот так вот выглядит энергосистема, как кровеносная система, то есть сердце, крупные сосуды, мелкие сосуды, капилляры. И если мы начинаем в самой нижней точке в своих домах ставить генерацию, то мы нарушаем всю эту кровеносную систему. Мы пытаемся нижний слой сделать такой, как самый верхний, замкнуть его, то есть соединить один источник с другим. Один источник это энергия, пришедшая к нам сверху, второй источник это наш генератор. И когда мы их соединяем в параллель, то есть пытаемся выдать в энергию сеть, мы делаем микрокольцо. А поскольку направленных защит у нас на самом нижнем уровне нет, то у нас начинает твориться хаос. Вот почему в том числе распределенная генерация не есть здоровое понятие для энергосистем. О распределенной генерации я рассказал в ролике про возобновляемые источники энергии. Вот ссылка на него. И вот диспетчер самого нижнего слоя, диспетчер РЭСа, он непосредственно работает с потребителями. Вот он принимает заявки, бригада под его командой выезжает на конкретные районы, в конкретные населенные пункты и даже работает с конкретными домами зачастую, но в дом уже не заходит, то есть он обслуживает энергию до дома. А все диспетчеры вышестоящие, они с потребителями не работают, они работают только с техникой, оборудованием и бригадами. Теперь вы понимаете, что три верхних слоя это непосредственно технологические слои уровней и последний слой распределения, который уже на 10,04 кВт, это слой работы с потребителями. У всех диспетчеров на всех уровнях есть такое понятие оперативной дисциплины. Здесь все как в армии. Команды распоряжения, которых нельзя ослушаться. Есть подчиненный оперативный персонал, есть вышестоящий оперативный персонал. Диспетчер отдает команду либо дежурным на подстанциях, на электростанциях, команду на включение, отключение, вывод защит, ввод защит, автоматики, телемеханики, чего угодно. Для примера я вам скажу, чтобы вывести какую-то единицу оборудования в ремонт, например, трансформатор или линию, нужно выполнить программу порой из сотни пунктов. И вывод в ремонт идет около, ну, допустим, двух часов. В то время, как обыватель думает, что вывод в ремонт это какой-то выключатель отключили, какой-то второй отключили, линия в ремонте. В реальности, чтобы вывести линию, нужно отключить и переключить десятки переключателей, кнопок, накладок, чтобы правильно эта линия как бы из системы вычленилась, и все остальные элементы стали работать в нормальном режиме. Если просто линию отключить, это будет аварийное отключение, автоматика отработает и будет все там пытаться ее включить обратно, то есть восстановить прежний режим. Поэтому эту автоматику заблаговременно по программе правильно выводят пункт за пунктом, и потом только в самом конце отключают линию, делают видимые разрывы, устанавливают заземление и допускают бригаду. То есть работа диспетчера, она сопряжена с глубокими знаниями релейной защиты, автоматики, непосредственно самого оборудования, установленного на местах. То есть диспетчер это не бабушка на телефоне, которая принимает заявки и отправляет бригаду. Даже диспетчер нижнего слоя энергосистемы, уже работая с потребителями, слоя 10.04 кВт, он все равно не бабушка на телефоне, которая отправляет бригаду. Это инженер самой высшей категории, который понимает все процессы, которые происходят в системе. Как повысить и понизить напряжение, как произвести переключение таким образом, чтобы потребитель не заметил, что один участок выведен, а другой введен в работу. сфазировать кабели, ввести в работу, ввести новое оборудование. Диспетчер это высококвалифицированный специалист с глубоким пониманием всех энергетических процессов. А то, что он принимает звонки и работает с населением, это, можно сказать, дополнительный, ну как бы, фактор у его в работе. И вообще, самое главное, в оперативной работе, в работе диспетчеров системы, аварии это не главное. Авария это дополнительный неприятный бонус в работе. Самый тяжелый, самый такой напряженный участок работы это ввод, вывод оборудования в ремонт из ремонта. По программам сложно утром, вечером, ночью постоянно оборудование вводится, выводится в ремонт. Если на это накладывается авария, ну это как дополнительный бонус, я уже сказал, отрицательный бонус. Но это не основная работа. Устранять аварии это доп. Я думаю, вот так в трехмерном изображении вам стало более понятна система диспетчерского управления и вообще система выработки, передачи, распределения и доведения до потребителя энергии. Если вам стало понятней, жмите лайк, подписывайтесь на канал, если вы не подписались и можете поддержать канал материально через сердечко, нажав спасибо или закинув на донат. Есть ссылки в описании к каждому ролику. А еще, ребята, у меня есть сообщество ВКонтакте. Там мы будем разбирать самые интересные штуки. Такие как включили две лампочки последовательные и два выключателя с ними. И каждый выключатель управляет своей лампочкой. Я уже заказал необходимые детали, соберу эту схему и раскрою фокус. Такие вещи будем публиковать в сообществе ВКонтакте. Кому не чуждо эта социальная сеть, подписывайтесь, будет интересно. И не забываем про Телеграм. В сообществе Энерголебез Телеграм можно найти наиболее быстрое общение с автором, обсудить какие-то ролики, моменты из жизни и вообще там все живо и интересно. Ссылки на сообщество Энерголебез ВКонтакте и Телеграм будут в описании. С вами был Мальков Александр, Энерголебез. И сегодня мы узнали много нового об энергосистемах и их устройстве. И еще немножко о диспетчерском управлении. Оставайтесь на положительной волне, живите в мире согласий. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok